ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВИКТОР ГОРЧАКОВ После церемонии награждения ученики школы при посольстве России и молодые исполнители Большого театра сделали свой музыкальный подарок – песни военных времен. Среди награжденных – Вильям Картер, участник печально известного конвоя ПК-17, автор книги «Господи, почему я?», которая в деталях рассказывает о трагических событиях лета 1942 года. Конвой ПК-17 направлялся из США через Исландию в Мурманск с военным грузом. После получения информации о серьезной угрозе со стороны немецкого флота, английское командование приказало боевым кораблям конвоя отойти, рассредоточиться и следовать в порт назначения самостоятельно. Картер командовал стрелковой бригадой на борту одного из торговых кораблей. Мы сопровождали конвои из США через Исландию в Мурманск или Архангельск в зависимости от времени года. Было начало лета и был полярный день, когда даже в полночь светит солнце – 24 часа дневного света. У нас даже не было темноты, за которой можно было хоть как-то спрятаться. Было три дня тяжелых налетов с воздуха, поскольку мы были достаточно близко от берегов Норвегии. Мы потеряли только три корабля за три дня, и нам казалось, что мы вполне справляемся со своей работой. И тут приходит приказ – идти самостоятельно. Когда нас засекали с воздуха или с подводной лодки, то они не прекращали нас атаковать. Все снова, снова и снова. Мы вышли из Исландии с 35 кораблями, полными военного груза, и только 11 дошли до порта назначения. День победы застал Вильяма Картера на военно-морской базе Перл-Харбор. Я был на Перл-Харборе, когда пришло сообщение, что наконец-то мы это закончили с японцами. База была заполнена кораблями, и все начали стрелять. Я сказал дежурному по оружию, чтобы он принес мне ключи от главного хранилища, чтобы у нас на всякий случай все-таки остался запас патронов. Но все остальное, чтобы было не заперто, мы расстреляли. После концерта всех желающих пригласили на праздничный фуршет. Кроме салата оливье, семги и красной икры подавали настоящую солдатскую кашу и наливали наркомовские 100 грамм. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Инфокс, Вашингтон. Редактор субтитров А.Семкин